До свидания дорогие друзья, сегодня мы будем разбирать карту турнир пыльная буря. Вот, соответственно, как обычно, я сначала просто сыграю за каждую расу, вот, потом будет у нас практика. Всё как обычно, как вы видите, никого, ни с кем я не буду играть, просто буду объяснять что-то как на этой карте. Поехали. Это у нас будет 12 эпизод. Значит, сейчас мы разберёмся непосредственно, что у нас на этой карте. Значит, в самом начале у нас есть поле с Тиберием, и недалеко от нас ещё одно. Сюда можно переползти по зданиям, вот, а вот это уже подальше. Соответственно, у вражеского, да, ну, противника точно так же одно поле, рядом ещё одно, и далеко вот здесь. На что нам надо сделать, соответственно, акцент, когда начинается игра. Первое, это нам надо захватить хотя бы один из этих спайков, да, ну, в зависимости, опять же, за кого мы играем, да, потому что против лода, например, пытаться сразу же два спайка захватить, нет смысла, потому что там могут прилететь тени, и вы очень много бабок проебёте. Вот, так что не торопимся. Сейчас я вам покажу, как сыграть, допустим, ССВ сверху. Экспансер первым делом посылается вот сюда, чтобы у нас на перспективу было занято вот это вот поле с Тиберием. Вот, и так же по зданию мы перебираемся вот сюда. Поскольку экспансер у нас разворачиваться будет здесь, а вы видите, вот тут у нас башенка. Соответственно, в самом начале игры, как только вот всё началось, нам надо захватить вот это здание. Вот, потому что экспансера вот сюда посылать нет смысла никакого, а тут будет враг, скорее всего, да и так никто не делает. Если вы хотите на это поле перебраться сверху, то только если вот вы отсюда пойдёте вот так вот вниз по зданиям там или что-нибудь МСС построить новое. Ну да ладно. Допустим, мы играем с экспандом, захватываем один спайк, а потом, соответственно, вот этот второй, когда придёт время. В общем, игра начинается. Заказываю экспансер, сразу же ставлю сборный пункт где-нибудь здесь. Строится у нас энергостанция. Энергостанция построила, сразу же казарма. В казарме мы заказываем два отряда стрелков и инженеры, и они все бегут с собой. Так, экспансер выехал, мы заказываем пушку, соответственно. Он едет. Отденем отряд стрелков сюда, чтобы попытаться перехватить там, может быть, инженера. Вот. И один отряд стрелков вниз для разведки. Чё-то встал тут. Смотрите, обогатитель мы вот так ставим. И, соответственно, военный завод сразу же. Как только половина военного завода построится, как и на картах арены и разлом я вам показывал, мы, соответственно, разворачиваем заставу. Вот так вот это выглядит. Тут мы засаживаем здание, потом идём сюда куда-нибудь. Тут можно окопаться. И, если мы выживем, на разведку. Как правило, хотя бы один отряд стрелков доразведует. Но если у вас все отряды стрелков сдохли, и вы не видите врага, то, соответственно, прежде чем начать строить комбайны в военном заводе, сделать один бульдог. Вот. У нас здание захвачено, а обогатитель у нас теперь втыкается вот сюда. После этого сразу же казарму можно сделать. Вот мы тут типа разведываем, типа разведываем, но, скорее всего, от стрелков уже ничего не останется. И вот так вот, видите, да? Мы захватываем, соответственно, следующий доброющий комбинат. Так, один комбайн надо сюда. Потому что нам надо перебраться по зданиям вот сюда. Так, инженер сделан, продаем, не нужно пока. Вот, все, комбайн следующие. Следующие комбайны идут на наше поле с экспантом. Сами видите, да? Но это при условии, если вас никто не рашит. Да, соответственно, как правило, у нас мы успеваем построить только два комбайна, и там уже какой-нибудь махач начинается. Вот, ну, сами видите, тут уже места мало осталось. Мы ставим казарму, и уже можно заказывать пехоту. Также оружейную мы делаем, да? Вот, и все, и тут мы уже просто спамим, короче. Надо будет не забыть сюда еще один обогатитель поставить, но мы его потом воткнем. Сначала нам надо комфортно переползти, поскольку денег у нас пока, ну, хватает. Ну, это ерунда то, что у нас ресурсов пока нет. Вот. Они никуда не деваются, у нас постоянный доход, поэтому... Вот, сейчас мы втыкаем штаб. Все, у нас теперь оплот, сами видите, да? Хватает радиуса, чтобы поставить сюда обогатитель. Соответственно, как только оружейная достроится, вот, мы ее продаем. Все. Теперь нам вот этот обогатитель надо воткнуть вот сюда. А тут у нас три комбайна и один обогатитель. Это неправильно. И вот мы втыкаем. Сдает комбайн. Еще энергостанция. Ну, все. Вот у нас армия, соответственно, клепается. Переползал я известными способами. Обогатитель, военный завод обогатитель. Соответственно, сюда потом, вот где-то здесь стояла оружейная, штаб и все. И у нас, соответственно, от штаба отходит радиус, чтобы мы могли сюда еще один обогатитель впилить. Или даже два. В зависимости от того, какая напряженная ситуация у нас в бою. Все. Ну, денег, поскольку хватает, можно построить аэродом и там заказать каких-нибудь косаток. Это мы сейчас увидим. Также в перспективу, чтобы переползти на это поле. Все. Вот у нас косатки. Мы там что-нибудь бомбим, какой-нибудь домик. Денег, как видите, уже немножко с напрягом добываются. Да, но ничего страшного. Так. Чуть-чуть разбомбили домик. Надо еще не забывать следить здесь. Потому что там, скорее всего, тоже будет какая-нибудь атака. Атака. Вот. И все, видите, у нас уже как. Тут, соответственно, далеко ползти. Да. Но, в принципе, это вряд ли какую-то проблему сильную составит. Потому что, если захотеть, то по аэродромам тут раз, два, три, четыре. Четыре аэродрома надо будет поставить и все. И мы уже, соответственно, переползли на нижнее поле. Ну, тут враг, скорее всего, будет. Так что, вряд ли вы там что-то умудритесь съесть. Но, в принципе, вы всегда развиваетесь вот так вот, по такой цепочке. Потому что, мало ли что. Да. Вот. Все-таки вам надо умудриться контролировать карту. Вот. И отнимать ресурсы столько, сколько там можно. И не дать, чтобы враг отнимал их у вас. Соответственно, мы втыкаем в Тирцентр. Там заказываем орудие Гауса. Вот. По желанию, можно перейти там несколько джиггернаутов. Джиггернаутов посделать. Или на Мамонты даже перейти. Тут тоже какую-нибудь хренатень. Соответственно, тут ястребы. Денег у нас пока много. Но это пока. Прокачиваем энергостанции. Ну и все, в принципе. Тут понятно. Ладно, касатки. Давайте. Вот. У нас, соответственно, сколько очереди строительства. И мы строим пушку. Мы строим станцию, спутниковые связи. Мы заказываем в военном заводе. И заказываем еще в казарме. И у нас ястребы строятся. Вот. У нас от ресурсов ничего не осталось. Сюда, типа, воткнули. Типа, тут махач. Втыкаем. Ну и все. И тут еще парочку аэродомов. И мы уже, можно считать, переползли. Да, кстати, это можно продать обогатителям. Не нужен. Надеюсь, всем вам понятно. Все. Вот. Этого аэродома, как в принципе, хватит, да, чтобы мы уже тут спокойно строили обогатителя. Вот. Просто запомните, если вы не поняли, как я так развился, вот как, откуда я такую цепочку вообще взял, да, то, соответственно, она... Пересмотрите, реплей, еще раз, ничего страшного. Да, кстати, поскольку мы построили станцию спутниковой связи, и тут уже аэродом, можно выкинуть некоторые обилки куда-нибудь. Ладно, вот сюда. Так, втыкаем. Аэродом можно продать. Последнюю хуйню скидываем. Все, станция спутниковой связи можно продать. Все. Смотрите, где мы. Мы уже на четвертом поле. Как-то не странно. Вот. Вот у нас танки с гаоспушками. Все. Ладно, поехали. Теперь я за нот покажу, как играть. Выходим, выходим. Так, теперь по-быстренькому за нот. Нот, как правило, всегда... Он занимает оба спайка. Вот. Экспанд. Ему можно не строить. Но это по желанию. Соответственно, как выглядит раш тенями. Да, то есть сейчас я вам покажу раш тенями за нот. Энергостанция. Но это мы не заказываем. Энергостанция, энергостанция. Казарма, пушка. Казарме мы просто заказываем двух отрядов стрелков. И сразу же этот самый тайный хам. Один инженер пробежал. Второй инженер пробежал. Не продаем казарму. Важно не продать. А то ее по тупости продают. И сразу же в казарме заказываем еще один отряд теней. Вот эти, которые вылетели у нас, они летят на левый спайк. А вот эти ребята бегут на второй спайк. Все, этот тоже продаем. Все. После этого нам надо поставить два обогатителя подряд. Один готов. Сразу же строим еще один обогатитель. Соответственно, нодовец он может в наглую сделать. Да, ну, мы тут скорее всего что-то убьем. Вот. Инженеры наши могут закладывать взрывчатку. Вот. И когда вражеский инженер попробует захватить, у него вообще ничего не выйдет. Все, бомба положена. Вот она. Маленькая такая. Все. Это значит то, что мы выиграли. Тут тоже бомбочка. Вон она. Мы замаскированы. Это уже захватываем. Так, в здание. Все. И вот четыре отряда теней у нас есть. Враг, конечно, в курсе то, что они существуют. Но это нам не особо составит какую-то проблему. Так, а где еще тени? А, вот. И все. И мы тут, соответственно, два отряда теней в одну группу. Другие два отряда в другую. И мы можем что-нибудь взрывать здесь, соответственно. Также мы не забываем экономику настраивать. Сейчас выезжает второй комбайн. Вот. И мы можем прикольнуться. Пока там враг, как правило, ГСБшник, занимается какими-то непонятными тенями. Да. Мы можем сделать огнеметные танки. Один туда поедет. Это такая кресетническая тактика занодов. Вот у нас один огнеметный танк поехал. Второй вот сюда куда-нибудь. Вот. Тени, скорее всего, если не сдохли, то уже слишком ранены. Но, как правило, они уже сдохнут. Все, в принципе, хватит. Можно еще два комбайна сделать, если на нас особо не агрятся. Вот. Но надо не забыть сделать еще один обогатитель. Вот. Чтобы у нас тут было, соответственно... Вот один комбайн отсюда уехал. Сюда его давайте. И все. И мы можем встретить уже пехоту. Так. И еще один комбайн сюда. Все. У нас скрипается пехота. В пехоту мы, соответственно, прокачиваем в тайном храме. И тут огнеметный танк уже приезжает. Еще один огнеметный танк едет. И мы с перспективы на переход вот на это поле. По это поле тоже можно будет как-нибудь. Но, как правило, до этого мы уже не доживем. Ну, в общем, танки сюда. С одной стороны. И вот так вот по аэродому мы, соответственно, переколбашиваемся. Мины куда-нибудь сбросим. Денег у нас, соответственно, мало по тому, что у нас строятся танки. Заказывается пехота, апгрейд, и мы еще что-то строим. В принципе, главный апгрейд на пехоту сделался. Наставники не обязательны. Да, но они только если там в газовые гранаты свои кидать, и все. Больше они на что не годятся. Но, поскольку они уже сделались, деньгами все в порядке, мы их продаем. Все, и мы вот так вот по аэродромам, короче, уже переползаем. Можно еще москитов построить, потому что что-то денег у нас хватает почему-то. Вот, последний аэродром ставим. И уже можно техцентры делать. Соответственно, в техцентре, когда мы его построим, можно, если мы продолжаем спамить скорпионы, их прокачать, либо перейти там на призраки, на мародеры. Но пехота, если мы играем против ГСБшника, очень неплохо, особенно учитывая то, что тут город, может насрать неплохо так вражеским танком. Вот, и мы ему, соответственно, неплохую такую проблему создадим. Вот. Вот так вот в домики понасажать, там, типа, сюда-сюда-сюда-сюда. Давайте-давайте сюда-сюда. И вон туда еще. Подаем. Все. Дальше химическая лаборатория у нас идет. Прокачиваем энергостанции. Делаем несколько призраков, чтобы еще нам поднасать. А пехота делается, пехота делается. Ничего страшного. Вот. Пехота мы воюем, таймками где-то там тоже. Ну, короче, надо за нот везде быть. Просто. Чтобы вак был... Вак охреневал у нас от того, что происходит. Но это очень, кстати, уязвимая вещь. Соответственно, как только мы сделали химическую лабораторию... Так, прерываем, прерываем. Быстренько там кидаем химическую ракету, тиберевую бомбу. Химическая ракета. Все, это мы продаем. И дальше клепаем. Доделываем наши войска. Вот. О, кстати, если мы продаем химическую лабораторию, получится огнеметчики. Они в городе очень неплохие. Просто берут и вышибают нахрен. Любой гарнизон. Ну, например. О, вылетели. Все. И тут, соответственно, близко. Все. Собственно, я основу занода показал. На это поле мы не обращаем особого внимания. Потому что мы можем внаглую переползти вот на это. Если враг сыграл через экспансер, то игра там еще раньше закончится, чем мы вообще до этого поля доползем. Вот. Но если не закончилось, и тут враг каким-то образом окопался, ничего страшного. Соворачиваем эссе и едем сюда. Вот. Главное, призраков не бросать. А после призраков уже можно и тяжелую артиллерию делать. Там мародеры вместе с пехотой. Можно сделать там еще москиты, если и враг со снайперами прикалывается. Ну и все. Так далее. Ладно. Не буду я, наверное, показывать, как через МСС развиваться. Вы там сами, наверное, поймете, догадались, что я буду делать. Вот. Теперь по-быстренькому я вам покажу за скринов как. За скринов немножко проблематично. Соответственно, в том плане, то, что ГСБшник, он может сделать потом БТРы и просто их захватить. Да. Соответственно, вы на ОС очень много потратитесь. Ну, а вот те же самые тени. Вот. Соответственно, я вам покажу, как скрин играет через кран. Да. Вы наверняка скажете, только синего Сибиря ты нас учил играть через кран. Ну, на самом деле, при определенной сноровке и знании тактики, можно и просто так сыграть. Кстати, если вы хотите попытаться перехватить вражеских инженеров, ну так, мало ли. Да. Соответственно, вы прежде чем построить кран, сделаете одну энергостанцию, а потом кран. Как только у вас построится энергостанция, вы можете сделать улей, продать. И вот так вот облететь. И перехватить инженеров. Вот, сейчас продемонстрирую. Энергостанция построилась. Вот у нас появился этот улей. Вот. То есть как-то... То есть как-то так незамысловато. Третий обогатитель. Все, у нас тут уже довольно-таки неплохой комплект. Дышь, дышь. Все, и можно уже военно... Как бы на военный завод переходить. Вот. Если хотите, мы можем продать инженеров, обогатитель. Ничего страшного. Вот. На спайке можно подзабить. Потому что у вас, скажем так, вы играете через кран, но у вас уже вот на второе поле мы как бы переползли. То есть экономически мы так развиваемся быстрее. Но это опаснее, потому что враг может загреться и сделать какой-нибудь непонятный байкраш. Против байкраша играть тяжко. Ай, ну чё, не хватило килобакса? Ёберный ты театр. Всё. Акустик, всё. Всё. Ну, более-менее показал, если вы там чё-то не запомнили. Ничего страшного. Можете реплей этот заново пересмотреть этот видос. Благо тут можно спокойно вернуться, да. Потому что когда вы смотрите реплей, там всё на одном дыхании как бы. Давай-сдавай. Чё встал? Вот. И мы, вот, сами видите, вот так вот переползаем. Вот. Ну, тут уже точно может пойти байкраш какой-нибудь непонятный. С деньгами у нас всё плохо. Хотя, с комбайнами, в принципе, нормально. Это потому что мы и через кранствуем. Вот. Но мы не собираемся строить авиацию. Нам и так хватает. Вот. Мы переползаем просто на соседнее поле, нижнее. Опа. Ещё парочку. Вот. Что-то там появилось. Какие там репейды. Быстренько отменили, отменили. Так. Хрязь. Хрязь. Продаём, продаём. Втыкаем осы, сбрасываем. Вот. Продолжаем клепать нашу армию. Ораву непонятную. Ну и один спайк мы точно уже захватим. Всё. Вот так вот не занусловато мы играем через кран. Если наглости хватает, с разведкой всё в порядке, можно ещё вот этот спайк с коммуне ездить. Попиздили. Туда. Всё. И вот так вот мы, короче, заняли уже почти три поля. Не хватает денег. Немножко отменим. Чтобы добить эту хрень. Добили. Всё. Можно уходить в техцентрах. Вот так вот, ребятки. Вот. Если враг тут уже как бы окопался, и он вас вышибает, то есть, соответственно, так же, как и за нот вы делаете. Сворачиваете МСС-шку. Да. Вот. Ну, соответственно, вот этого всего у нас не будет. Это мы не против никого и не играем. Ой. Извините. Ну и, соответственно, у нас поэтому такая вот ерунда и получилась. Хотя, на самом деле, там, в принципе, бабла и хватит, чтобы вот такой вот финт ушами СМС-шку провернуть. Вот. Всё. У нас скрипается. Захватываем второй спайк. Ну, как правило, он уже будет захвачен. Но если вы хотите врагу тоже поднасрать в душу, как я вам уже сказал, сначала заказываете энергостанцию, а потом уже, соответственно, там, улей делаете, продаёте его, получаете осу и облетаете вот так вот и куда-нибудь сюда. Убиваете инженеров, убиваете инженеров. Вот. То есть, это такая вот стратегия, скажем так, как играть за скринов через кран. За другие расы также можно, в принципе, сыграть, но зачем? Как бы, у других расы это не бомбится пока, но всё-таки осы они слабые. Особенно на открытой карте. Вот. Поэтому... Вот. Ну, ладно. В принципе, я вам всё показал. За все трои расы ждите видео, когда там будет практика. Вот. Всё. Я выхожу. Всем удачи, всем пока. Пока.